Какие методы обследования нужно пройти перед планированием семьи? Первое, наверное, обследование нужно в мозгах пройти, чтобы понимать, нужно тебе это или нет, наверное, раз и на всю жизнь. Согласна. Ну, а если о медицинских? Понятия не имею. Хорошо. Вы уже выбрали имя своего ребенка? Да. Кто выбирал? Мы. Я и моя жена. Кто, кроме вас, первым узнал о том, что у вас будет ребенок? Мама моей жены. Моей тещи. Артур, ночью поехать за арбузом для беременной жены – это норма или прихоть? Слава богу, все лето были арбузы, поэтому арбуз покупался с утра. А сегодня ночью поехать за арбузом? Ну, если нужно будет, значит, поедем. Отлично. Поехать вместе к врачу или остаться на работе? Поехать вместе к врачу, но, к сожалению, если я на работе, меня никто не отпустит. Партнерские роды – это необходимость или дань моде? Какой моде? А сейчас модно, да, это? На самом деле, мне хочется испытать это, хотя бы частично. Это взаимовыгодное, нет, это взаимное просто решение. Остаться с женой после рода в больнице или поехать домой? Как вы выберете? Ну, так как я не пью, я останусь с женой. Если вы супер-папа, то в чем ваша супер-сила? Я умею летать. Артур, я хотела бы с вами поговорить на предмет важности обследования перед планированием семьи. Вы подняли очень хорошую тему о том, что нужно начинать с обследования головы и выяснить, готов ли папа и мама к тому, чтобы родился в их семье ребенок. Но все же, по медицинской части, проходили ли вы медосмотр перед тем, как планировать свою беременность? Нет. Совсем нет? Сперед нет. Ну, то есть какие-то... Мы просто не планировали. Вот так вот. А это так просто, по-честному, не планировали. Просто моей жены не было несколько дней до недели дома. Она потом приехала. Я очень по ней соскучился. Ну и все случилось, понятно. На самом деле, мы знали, как нам гинеколог жены объяснил систему, схему, по которой можно, скажем так, заниматься любовью без контрацептивов. То бишь, ну, в общем, это весь вот этот женский цикл. Первые какие-то дни, еще один этап и еще один этап. Это называется естественные методы планирования семьи. Здорово, что вас к них посвятили. Вот. Поэтому мы как бы вкладывались в то время, в которое это планирование невозможно. Но, видимо, у Бога были свои планы на это. И он сказал, ребята, хватит вам жить по системе, по которой вы живете. Найти вам подарок. На самом деле, на будущее эти методы планирования не всегда надежны. Особенно, если пара встретилась после долгой разлуки. Эмоции делают свое дело. Ну, и, видимо, как в вашем случае. Как нужно готовиться к тому, чтобы быть беременными? Для того, чтобы беременность началась успешно, есть, конечно, медицинские рекомендации по подготовке, по образу жизни, который рекомендуется изменить, в сторону ухода от вредных привычек. Если пара курит или кто-то в паре курит, желательно отказаться от курения. Чем за больший период времени это, возможно, будет сделать, тем лучше. Прием алкоголя нужно сократить к минимуму. Если это возможно и допустимо, лучше отказаться. По питанию. Есть рекомендации в плане диетического питания. Ограничить всякого рода фастфуд, всякие неприятные продукты питания, которые богаты консервантами и канцерогенами. То есть, чем здоровее будет пара на момент планирования беременности, тем, естественно, здоровее будет ее потомство. Из медицинских аспектов, из медицинских препаратов, то, что мы рекомендуем начать прием на этапе планирования, это фолиевая кислота. Ну, а что касаемо медицинского обследования, тут, конечно, лучше обратиться к доктору на визит, чтобы доктор осмотрел вас, осмотрел супругу и дал четкие рекомендации о плане обследования, который необходим именно в вашем случае. Это будет правильно. Супер. Это вы говорите ограничить, например, алкоголь. Ну, вообще. А, например, врачи, многие гинекологи, акушеры, они говорят, что беременные, наоборот, даже можно выпить какого-то вина красного 100 грамм. К сожалению, реальности жизни таковы, что нынешняя молодежь достаточно много употребляет алкоголя. И те нормы, которые считаются безвредными или рекомендованными для ежедневного приема, они гораздо превышены. И для этапа планирования беременности, естественно, необходимо провести коррекцию и по этому направлению. Крепкого напитка, водки, 30 миллилитров в день можно выпить. А если пересчитать на тот алкоголь, который принимают современные люди в сегодняшних реалиях, это бывает гораздо больше. Ну, то есть все советы для беременных, они такие же, как и советы для обычного человека. Не бухай, не кури, много не ешь, и ты будешь нормальным, здоровым человеком. Ну, по сути, да, здоровый образ жизни никто не отменял. Мой совет всем папам. Не бойтесь беременности, не бойтесь родов. Самый лучший совет, который должен руководить вами, это любовь. Любите свою жену, а ваше сердце подскажет, как вам действует. Ну, естественно, в таких технических моментах, технических вопросах слушайте своего доктора, и все будет замечательно. Легких вам родов и удовольствия от этого процесса. Значит так, мужики, будет сложно, будет страшно. Бегите. Бегите в магазин за арбузами. Основой для прекрасных и легких родов в будущем будет любовь до беременности, любовь во время беременности и любовь после нее. И, в принципе, вы вместе со всем справитесь. И всем любви и легких родов. Субтитры создавал DimaTorzok